Привет, друзья! Меня зовут Кирилл, и сегодня я поделюсь своим мнением о самой маленькой новинке августа. Это набор 42-79, погрузчик для тяжелых работ или для тяжелых условий. Не знаю, как правильно перевести это название, но на лидер совершенно обычный погрузчик. У него везде одиночные колеса, большие машины обычно имеют спереди с двойным колесом. Предлагаю больше про название не вспоминать. Коробка довольно тяжелая, потому что здесь есть инструкция как к основной, так и к альтернативной модели. Альтернативная модель это такой пикап-эвакуатор. Модель довольно простенькая на первый взгляд, но там есть интересный механизм. Кран там интересно раскладывается. Я не думаю, что буду я его собирать, потому что времени нет. Но, в принципе, кому интересно, я думаю, можно собрать. Модель небольшая, но, в принципе, симпатичная. Погрузчик этот напомнил мне набор 84-16, который уходил в 2005 году. Не знаю, помнит ли кто-то из вас такой. По функционалу очень похож. Единственное, здесь добавился двухцилиндровый двигатель, который связан с колесами. Но, правда, стрела здесь немного попроще. Там была стрела поинтереснее, со сборными зубчатыми рейками. Тут используют новую деталь, длинную зубчатую рейку с обоймой. Ну, эволюция это или деградация, это вопрос философский. С одной стороны, конструкция более простая, примитивная. Но, с другой стороны, она более прочная и более надежная. По внешнему виду модель довольно простая. Но, при этом, здесь есть фары, есть выхлопная труба, проблесковый муечок на крыше. Ну, какая-то дистерилизация есть. Хотя, конечно, задняя часть выглядит, наверное, немного странно. Ну, в общем-то, довольно законченно выглядит. Наклейка в наборе немного. Это несколько наклеек на панелях, порожки, зеркала. Ну, в принципе, и всё. Ну, и на бочке ещё наклейка. Ну, бочка это отдельный разговор. Мне она, конечно, совсем не понравилась. Это очень странный груз, который никак, мне кажется, не подходит к названию тяжёлый погрузчик. Она выглядит очень игрушечной. Можно было что-то побольше сделать. Может быть, какую-то бочку из этих деталей бетономешалки. Ну, придётся из своих деталей что-то серьёзное собрать, чтобы было интереснее играть. Выглядит она довольно нелепо на фоне этого погрузчика. И даже вот эти крутые наклейки с надписью «Опасность» не добавляют крутизны этой бочки. Ну что, давайте кратенько посмотрим на функции, а потом пару слов скажу про детали. Ну, первые две функции – это движение и рулевое управление. Рулится у нас задняя ось, как у реальных погрузчиков. Но, правда, у реальных машин, мне кажется, угол поворота намного больше. Эту модель нельзя назвать супер какой-то маневренной. Ну, здесь есть у нас двухцилиндровый двигатель, в котором, конечно же, ходят поршни в цилиндрах. И здесь, по сравнению с двумя моделями с приводом на одно колесо, здесь стоит дифференциал. То есть, это прогресс, шаг вперёд. Ну, ещё две функции относятся к погрузчику. Первая – это подъём, захват, груза. Так вот это происходит. И вторая – это непосредственно подъём. Там червячный механизм, поэтому это не очень быстро происходит. Ну, с другой стороны, не очень-то и медленно. Тем более, что... Тем более, что... Вот это максимальная высота, на которую он может поднять. И это, естественно, из-за ограничения длины зубчатой рейки. Ну, честно говоря, высота подъёма не впечатляет. Давайте ещё с другого ракурса посмотрим. Рулевое управление, поскольку задними колёсами требует некоторого привыкания. Зацепляем. И поехали. Что ж, у нас всё укатывается. По сути, эта стрела состоит из трёх секций. Как в кране 42.009, грубо говоря, принцип такой же. Ну, такой же принцип был и в наборе 84.16. Это довольно интересно. Стоит того, чтобы собрать и посмотреть, кто не видел. Ну, третья секция, это, естественно, сама вилка. То есть, выдвигаем мы вторую секцию, а она через трос как бы выталкивает ещё наверх вилку погрузчика. Ну, соответственно, при игре можно на какие-то уступы разгружать груз. Но если уступа нет, то разгрузка происходит так, и такая наклонная стрела, конечно, выглядит, мне кажется, немного странно. Ну, я не знаю, как у настоящих машин это сделано, но вот это выглядит не очень. Ну, вот функции закончились. Давайте посмотрим, что здесь есть интересных деталей. Ну, во-первых, наверное, это 62-е колёса, кому они нужны. Есть здесь зубчатая рейка, относительно ещё недавно появившаяся. Наверное, не у всех ещё они есть. Меня лично порадовали здесь, во-первых, две жёлтые панели 3х11. И, конечно, деталь тёмно-синего цвета потихонечку они копятся, копятся, появляются в новых наборах. И это здорово, потому что цвет красивый. Вообще, для среднего набора здесь неплохой ассортимент деталей. Есть шестерёночки, дифференциал, карданчики, много каких-то коннекторов, три рамки. То есть, ну, неплохой стандартный набор деталей. Я ещё не пока собирал этот набор, я вообще изменил своё мнение о нём. Поэтому я думал, что я его захейтю, но вообще-то хейтить его, в принципе, не за что. Это хорошая, средняя модель. Если не придираться, то сказать даже плохого про него нечего. Он выполняет свои функции, хоть их у него и немного. Им приятно играть. Это хорошая, качественная игрушка. Можно его купить и в подарок ребёнку. Им приятно играть, действительно. Выглядит он тоже нормально. Там, звёзд с неба не хватает. Но нельзя сказать, что эта модель отстой. Она нормальная, хорошая, вполне себе законченная. Ну и на этой позитивной ноте, наверное, пора прощаться. В следующий раз расскажу про чудо-юдо Вольво. Пока!